здравствуйте всем привет доброе утро вечер день это я грею свою жопу на солнечном пляже потому что без лишних слов 2020 был просто ужасный год для всех наполненный стрессом переживаниями слезами и мы с паролом решили показать 2020 средний палец и несмотря на штурмовые предупреждения поехать жить в джунгли а Итак, мы приехали, погода волшебная, ничего не предвещало беды Вокруг куча животных, игуаны, птицы В общем, красота безумная Мы на восточном побережье Мексики в городе Тулум И этот влог, кстати, я буду снимать на свою суперкрутую Sony A7 Mark III Но видите, вон там такое маленькое недоразумение Такие серые облака Да, об этом мы поговорим чуть позже Прежде чем через пару часов, как нас просто зальет дождем Давайте успеем съездить, посмотреть на черепашек И я проведу вам экскурсию по нашему номеру и покажу, где мы живем Добро пожаловать в мой дом Спасибо, ой Медведь, обратно в дом Нам очень повезло с номером и нас заселили в ближайший к океану на самом высоком этаже Вот такая у нас необычная дверь, без стен Такой прекрасный вид из него открывался Ой, все, извините, я поплыла Это наша уличная ванная, в которой, если честно, за все это время побывала только собака Ну что, друзья, мы приехали в Тулум Тулум был одним из трех городов, в которых жили индейцы майя Меня привез сюда Парул в честь моего дня рождения И мы остановились в отеле Селина с очень высокими потолками Это наш рабочий стол, за которым я провела много часов, пока на улице была гроза У нас очень необычная кровать Матрас лежит на бетоне Я сначала подумала, как красиво, надо то же самое сделать в своей квартире А потом, как ударила разок пальчик об него, передумала Так и умереть можно По обе стороны кровати висят очень милые плетеные лампы И свои книжки или таблетки, что там у вас или у меня Можно положить на прикроватные столики Я привезла платье, ези, балетки Валентина, дорогие сумки И Парул все время надо мной издевается Потому что в Тулуме люди ходят в обычных шлепанцах и хлопковой хиппи одежде Наша ванна, в которой могло бы помимо нас поместиться еще пять людей Не то, чтобы в этом есть потребность, но тем не менее Вообще, я с первого дня поняла, что в Тулуме уделяют очень большое внимание каждому архитектурному и интерьерному объекту Все здесь сделано в стиле бохо и каждый уголочек любого заведения удивляет Ему хочется присматриваться В одежде, кстати, то же самое Некоторые бутики и рестораны вообще построены здесь по принципу хижины с тропических лесов Или, например, домов на деревьях Парул только что вернулся домой и говорит, что мне нужна минутка приватности Короче, мой парень принес домой мертвую маленькую черепашку, которая не смогла добежать до океана, когда родилась Это совсем не смешно Я предлагаю все-таки переключиться к живым черепашкам Пожалуйста, ты можешь ввести, не пялься в телефон Мы сразу же решили поехать в Акумал Переводится это как черепашья база, короче Для того, чтобы поплавать с черепашками Вся эта территория отгорожена специально для кормления черепах Ну, наверное, где-то там есть черепашки Сейчас нам гид расскажет Вы можете мне не верить, но имя нашего гида мелкий, честно Мне самое главное, чтобы мы все-таки занимались сноркелингом А не погружением под воду, не скубодайвингом Потому что порол профессиональный дайвер Он был в многих странах, погружался под воду И видел морских обитателей Я их очень боюсь Мы сейчас будем просто на поверхности висеть С масочкой, без акваланга Так что все окей А вот такую сцену можно увидеть, когда рыбы кормятся с панциря черепахи Я вижу черепаху, вот она Плывешь себе спокойно, кушаешь водоросли дома И тут вдруг бац, там там какая-то хрень плывет Мы видели Ну что, оказывается, по мексиканским законам черепашек трогать нельзя Водоросли, которые мы видели на дне, это то, чем они питаются И каждые пять минут они выплывают на поверхность, чтобы запастись воздухом Какая прелесть, особенно малыш черепашка Эй, кажется, кассета сломалась А потом случилось это Я думала, она смоет, сдует, все вместе, все сразу Тропический шторм был главной причиной, по которой даже наши друзья в последний момент отказались от поездки Но все окей, все живы Следующим утром мы переехали в совершенно невероятное место, которому нет равных в мире Единственное, что меня успело расстроить, это выброшенный на берег из океана мусор Так рано с утра, что его еще не успели убрать Как же мы засоряем нашу планету Мы проснулись в эко-концептуальном отеле Азулик Он весь построен из местной древесины, без электричества И ты один на один с природой Сюда мечтают попасть со всего мира Ведь самый базовый номер здесь стоит тысячу долларов за ночь Смотрите, как красиво Все, конечно, зашибись и отель за тысячу баксов в день Но меня искусали комары так, как никогда в жизни Нам наконец-то присоединились наши друзья Денис и София Они хотели поехать с нами с самого начала, но испугались грозы Которую мы, собственно, с паролом пережили Я иду их встречать на завтрак Знаете, если вы хотите понять, до какой степени мы в джунглях Развернитесь Вот они! Это они! Это они! Они приехали! Я тоже здесь, ребята Ты не пришел в джунглях Как погода? Погода отличная Азулик Азулик – один из самых известных в мире интерьерных отелей Архитектор этого места – самоучка И называет себя Рот На огромной территории в джунглях расположены 40-8 вилл И абсолютно все они построены из природных материалов Даже все дорожки, по которым ты добираешься до номеров, построены из прутиков Я пытаюсь все время не сломать здесь пальцы Я думаю, что если бы племена жили в джунглях сейчас Вот так выглядели бы их современные дома Ну а представляете, ночью отель подсвечивается только свечами Без электричества Видите, как красиво! Эти столы называются гнеза Прямо-то за динас джунглей Знаете, я удивляюсь, как никто в пьяном состоянии оттуда не грохнулся ни разу Здесь правда очень странный ключ от номера У меня такое ощущение, будто я вырвала у кого-то клок волос Пару, я забыла сказать, что я не люблю подвесные мосты Мы остановились здесь всего на один день В качестве сюрприза мне на день рождения Но, боже, мне кажется, я никогда в жизни это не забуду Ладно, пошли, снова покажу вам, где мы живем Заходим в наш номер Это как современная версия хижины Майя Нужно обязательно оставить обувь вот в таком домике Итак, при входе стоит гигантская кровать Сама кровать не такая большая, но она закрыта гигантским балдахином Конечно, она используется не только для красоты Дело в том, что спать можно только с открытым окном Мы находимся в джунглях, соответственно, естественно, здесь дофига комаров Поверьте, я уже на себе проверила Мы проходим в гардеробную Места практически нет Зато, как видите, используются очень нестандартные предметы мебели А здесь у нас 4 вешенки Все, больше вам не надо в джунглях В этом номере нет душевой кабины И мыть голову, мыться самому нужно в открытой ванной Каждый маленький элемент этого номера очень необычный И даже для гелии для душа и главных полотенец Используются маленькие деревянные подносики, подвешенные к потолку Даже ручки крана очень нестандартные Это так классно! И весь отель абсолютно кастом-мейл Оно все делалось на заказ, понимаете? Каждая палочка, каждая маленькая мозаичка Дальше мы выходим на террасу Здесь слышен океан И также есть небольшое джакузи Знаете, при том, что в номере отсутствует много удобств Как, например, фен или кондиционер Или даже душевая кабина Что-то такое в твоей душе просыпается И как бы банально это ни звучало Ты понимаешь, что здесь ты реально воссоединяешься с природой Ну, конечно, я не могла забыть наш шикарный туалет Прямо посередине номера Без потолка Мы снова в машине Снова исследуем вместе с Дарвином И сейчас мы наконец-то выбрались посмотреть Главные достопримечательности Тулума Это пещеры Сеноты Сеноты – пещеры с пресной водой Которые формируются в течение многих-многих столетий Каждая пещера совершенно разная и причудливых форм Много тысячелетий назад Сеноты служили источником пресной воды для индейцев майя Пещеры с пресной водой Сейчас, секунду Ногу почешу, сорян Выглядит, честно, ну очень странно Мне даже не хочется туда залезать Но я не хочу обижать по рула Красно и темно У тебя выглядит У тебя бот выглядит прекрасно, по-моему Одно, два, три Еще, погодите, мне нужна секунда Аааа, боже, ото красова, твою мать я это перешила Блин, это было я А потом случилось это Жуткий стресс, потому что это летучие мыши У меня, короче, в более узкой пещере случилась паническая атака Я не знала, что существует такой вид калаустрофобии Мне до сих пор плохо Вот эти штуки формируются 100 лет 1 сантиметр Дарви, такой счастливый Наше следующее утро началось гораздо спокойнее У океана в кафе Raw Love Оно известно тем, что это деревянная будочка прямо у океана Где можно попробовать самые вкусные органические асаи булы Веганские брауни из фасоли с черносливом Вот такой вот breakfast with a view Мне здесь пока что очень нравится Наверное, неудивительно Еще я нашла там классный знак На котором написано Оставляйте здесь свои попки Вставали мы в Тулуме где-то в 6 утра каждый день Честно, я обычно встаю в час дня, поэтому мне было тяжело Гулять здесь, в принципе, по пляжу удобнее, нежели чем по глиняной дороге Которую я покажу позже Но мы еще нашли классный частный зал вот такой океана, прикиньте И кучу бесплатных кокосов Вы когда-нибудь видели настолько смелую собаку, которая лезет в огромные волны, даже не задумываясь? Я поражаюсь Дарвину, если честно Дарвин вырос в Сан-Франциско у океана, поэтому ему в воде очень комфортно Можем играть с ним мяч и прямо здесь Добро пожаловать в Тулум Общая площадь места, где мы сейчас находимся, всего 5 километров И для того, чтобы дойти от начала до конца Это занимает всего 20 минут Здесь огромное количество веганских, органических кафе Уникальных бутиков с оригинальной одеждой Да и просто очень необычная атмосфера Здравствуй! Привет! Помните, я говорила о глиняной дороге? Да, мне было очень жалко людей, которые решили приехать сюда на дорогой тачке Мы с Софией вырвались из цепких рук наших прекрасных молодых людей Пошли исследовать улицы Тулума Под большим деревом примастился маленький ресторан Тако Под другим дорогой бутик со шляпками Какое же тут все дизайнерское Это, знаете, образ называется Меня только что чуть не порвал тигр, но я стильный Хочется зайти в каждый бутик Причем чаще всего за кассой вы встретите не продавца, а именно дизайнера этого бренда Вот идеальное платье для Москвы Я хочу все, все, каждый аксессуар, каждую вещь И еще желательно такой потолок в квартире Кстати, каждый охотник... Ты не знаешь? Желаю знать А где сидит фазан? В Тулуме на каждом шагу также арт-инсталляции Это, друзья, вход в кафе с осаи-боулами, где мы завтракали этим утром Эффектно? Ничего не скажешь Обычно к этой скульптуре из местного дерева стоит 30-минутная очередь на фото Ой, ой, ой Так лучше не надо Ну а прямо напротив инсталляции мой любимый смузи-спот Напитки готовят прямо при тебе из свежих фруктов Я не пробовала смузи лучше во всем мире Я обычно беру здесь смузи лайф Вот он Его подают в кокосе В нем ягоды осаи, ананас, шпинат, немножечко кокосовой стружки, кокосовая вода и миндаль Это очень вкусно София, а ты что взяла? Я взяла кастом смузи Стравбери, клубника, папайя Какой у тебя красивый смузи У меня как это стошнил лесной гном Такси Ну посмотрите на этого человека Сейчас в 6 или сколько? 7 утра Он полный энергии Спасибо Мы снова в дороге И сегодня у нас настоящий roadtrap Мы едем смотреть руины майя Едем в город Чичин и Ца И в самую большую сеноту Здравствуйте Меня зовут Саша И сейчас мы спускаемся к центру земли Вау Хотя бы здесь не нужно будет дверять Это уже хорошо Раз Эхо Придется опять лезть в холодную воду В темной пещере София не пойдет А мы скоро упадем Эти пещеры формируются в течение тысячелетий Данная сенота называется Суйтун И в переводе это означает центральный камень Мы на месте В одном из самых развитых когда-то городов, в которых жили индейцы майя Думаешь, это пирамида или это храм? Этот храм является одним из семи чудес света Когда-то с этих ступень падало много голов после жертвоприношений Город Чичин и Ца был столицей И он был один из самых процветающих городов майя Где-то 1500-1600 лет назад Этот храм олицетворяет 4 сезона И у храма 364 ступеньки В честь дней в году 365-я это самый верх храма, где совершали жертвоприношения и поклонялись богам Также каждый из четырех углов храма показывает точно, где должно взойти и сесть солнце Земля под храмом была красной То ли от глины, то ли от крови, которая в нее впиталась А при солнечном затмении его террасы отбрасывают на храм Тимс Миньи Это поле для игры в Пок-Та-Пок Спорт того времени Помните из мультика? Нужно забросить мяч в кольцо, а проигравшую команду приносят в жертву? Шикарный мужчина! Да, короче, ребята, они жили всего лишь 40 лет Поскольку мне 31 Это означает, что я, в принципе, в конце жизненного пути Парул покупает моим родителям календарь Майя Смотрите, сколько деталей У Майя было 18 месяцев в году, а не 12 По 20 дней Я нашла тут очень интересный предмет Я не знаю, что они здесь забыли посреди всех остальных статуэток Но, в общем, вот такая штука Мы вернулись к нашей машине Посмотрите, какой у нас бардак Настоящие путешественники Я хочу показать вам сувениры, которые мы купили Это календарь Майя Мы брали самый детальный и красивый В общем, здесь есть одно место, до которого мы не дошли Это 20-метровая статуя пениса И я купила себе пенис из Оникса Когда еще я смогу побывать в Мексике и купить себе Ониксовый пенис? Мы заканчиваем наш вечер ужином тако С живой музыкой Ммм, это веганские тако С луком, орешками, грибами, артишоками Каждый раз у меня будет играть здесь Рекламная пауза, в которой я уговорила Парула первый раз в жизни съесть на ужин сверчка Правда, даже ночью здесь жутчайшие пробки Вообще невозможно проехать Город очень маленький Мы идем на ужин с друзьями Очень сильно опаздываем Но зато вы сейчас можете посмотреть на те же места в Тулуме Только ночью Друзья, вы уже, наверное, заметили, что по качеству влога Я снимаю на другую камеру Это моя новая и неповторимая Sony A7 Mark III Раньше я снимала свой контент на камеру другого бренда Но так получилось, что у меня много друзей-фотографов И они все в один голос говорили мне Переходи на Sony Когда я в первый раз на нее поснимала, я поняла, о чем они говорили Эта камера совершенно перевернула весь мой творческий мир Для контент-криэйторов, инфлюенсеров, блогеров Это реально самое крутое оборудование Как вы сейчас можете увидеть Эта камера может, благодаря своей светосиле Вытянуть абсолютно любые значения Насыщенности, яркости То есть вы можете снять видео в не сильно светлом помещении Но при этом при монтаже Сделать его ярким и совершенно без шумов Также у нее высокая светочувствительность Это позволяет снимать красивые кадры даже ночью Даже говорят, что ISO в этой камере как будто не существует Потому что его можно поднять до очень высоких значений У нее крутой автофокус, который следит за глазами людей-животных В Sony A7 Mark III есть возможность серийной съемки до 10 кадров в секунду При том же самом четком автофокусе Также ее удобно брать в свое путешествие С ней приятно гулять, потому что она легкая Камеру можно заряжать от Powerbank У нее два слота для SD-карточек Поэтому можно снимать в два раза больше контента И я снимаю на нее как фотографии для своего инстаграма Так и материал для своего влога Кисок немного попал Я хотела бы поблагодарить команду Sony Russia Благодаря им моя мечта о существовании Я теперь снимаю весь свой контент на Sony A7 Mark III И если вы блогер и рассматриваете оборудование, которое хотите использовать Это реально самый лучший выбор Я советую ссылочки на группу Sony И все мое оборудование будет в описании Это был неожиданный сюрприз Я даже представить не могла, что в 2020 году во время пандемии Я смогла оказаться в этой части мира Благодаря Парулу он подарил мне эту поездку на день рождения И я рада, что получилось запечатлеть эту поездку во влоге И как всегда потереть впечатлениями и этой красотой вместе с вами через экран Это песня и вода Посмотрите, кто здесь, чтобы поздравить вас Густав! Густав! Я здесь предполагаю это как Густав Beach Пунта де Густав Это то, что я обычно делаю, когда я куплю его в фрит Ну вот и подошла к концу лучшая поездка в моей жизни Я просто хочу сказать спасибо Парулу за то, что ты создаешь вокруг меня волшебство каждый день Так обо мне заботишься и даришь такие невероятные впечатления Я просто хочу сказать тебе, что ты дарил мне лучший путь в моей жизни И создавал самые магические впечатления вокруг нас, которые я никогда не могу спросить Парулу за то, что ты дарил мне лучший путь в моей жизни Бабе, ты очень мягкий, танцуй за мной! Красиво! Сегодня тот самый день, мы празднуем мой день рождения И мы заселились в домик под звездами со стеклянной крышей Мне тут торт прислали из полотенец, какая прелесть! Парул выглядит очень фотогенично в Тулуме, везде, в каждом уголке Посмотрите, у нас джунгли в окне Джунгли в окне Я купила Парулу очень крутую шляпу И я надеюсь, она ему понравится Сейчас будем делать ему сюрприз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok